Друзья, добрый день. Приветствуем вас на канале Такик Медиа. И сегодня у нас замечательный гость студии Алексей Александрович Маслов. Доктор исторических наук, профессор, востоковед и человек, вдохновивший лично меня и очень многих людей на исследование культуры Дальнего Востока. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно быть вместе с вами здесь. Сегодня мы позвали Алексея Александровича, чтобы он рассказал нам о истории китайских боевых искусств, ведь на самом деле Алексей Александрович еще и руководитель Федерации Шалинских боевых искусств. Алексей Александрович, я хотел бы прежде всего задать вам вопрос, как бы вы могли определить понятия китайских боевых искусств, чем они отличаются от других боевых искусств? Можно ли дать какое-то научное определение? Нет, научного нельзя дать определение, потому что во многом то, что мы называем китайскими боевыми искусствами – это абсолютно ёмкое понятие, которое не может найти аналогов в европейском сознании, в европейских языках. Мы просто привыкли, что если боевое искусство, то оно должно быть искусством боя, самозащиты, нанесения вреда и так далее. И никто никогда в Европе, строго говоря, несмотря на многие современные дела, не пытался из боевого искусства сделать какое-то духовное искусство, т.е. никто не шёл махать мечом для того, чтобы получить просветление в Европе. А в то время как в Китае почему-то это начало как-то сополагаться вместе. В этом первый парадокс, который сразу разрушает понятие боевого искусства как искусство только для боя. Более того, так уж получилось, что китайцы сами по себе создали колоссальное количество мифов и собственных рассуждений о том, что такое боевое искусство. Я специально сейчас избегаю слова «ушу», потому что «ушу» – это исторический термин. И на протяжении всей китайской истории боевое искусство было вносили самые разные названия. Первое, которое вообще удалось обнаружить – это, скорее всего, Чан Чан Шу, встречается, как известно, ещё в Шудзине, т.е. в незапамятные времена I тысячелетия нашей эры, и очевидно, что это было именно кулачное искусство, т.е. искусство было кулаками. При этом развивалось армейское искусство, параллельное и никак не связанное с первым. Это фехтование на алебардах, на мечах. Но было ещё третье направление, которое первоначально также не было связано с боевым искусством – это то, что потом и стало называться гунг-фу. То, что принято переводить, как, конечно, с оглушением согласных, как кунг-фу, на самом деле это, еле ёмко говорить, это свободное время, необходимое для достижения мастерства. Это не само мастерство, это не свободное время, потому что в данном случае вы не можете достичь мастерства, не располагая времени. И вот как раз в этот момент, наверное, приобретается новый смысл того, что называется боевым искусством – это некое подвижничество, и которым надо заниматься всю жизнь. Потому что, в конце концов, в тот же самый армейский бой в европейской армии, когда вы уходите из армии, вы прекращаете им заниматься, вам не надо этим больше заниматься. Здесь же установка даётся на очень длительную протяжённость. И установка, которая выводит вас за предел, собственно говоря, самозащиты или нападения – это установка на внутреннее саморазвитие определёнными методами. Почему, может быть, мы попозже поговорим? Поэтому, если говорить совсем уж кратко, боевое искусство – это искусство сочетания духовного и физического саморазвития, основанное на традиционных китайских методах. А вот какие методы – это уже вопрос разделения на школы, на направления, и каждый период, каждая даже провинция имела свои подходы к этому вопросу. Вот это как раз и есть то, что, на мой взгляд, называется боевым искусством в Китае. – Перед тем, как перейти к истории боевых искусств, я хотел бы спросить у вас. Многие знают слово «ушу», многие знают слово «кун-фу», также часто употребляется слово «тай-чи», «тай-дзи», ещё здесь лето рядом «цигун», и часто в голове обывателя это всё образует такой винегретик, винегрет из понятий. Не могли бы вы вкратце разделить эти все категории, которые чаще всего встречаются как бренды того, что вот китайцы делают руками? – Да. Вы знаете, чтобы чётко понять, как всё это разделяется, надо понять одну особенность китайской культуры. В Китае никогда не было нормативы и ортодоксии. Ну, например, ортодоксия хорошо привелась у нас благодаря христианской культуре. Есть ортодоксия и секта. Секта – плохо, ортодоксия – хорошо. Значит, есть какая-нибудь церковь, которая всё делает правильно, если я отклоняюсь, например, неправильно кланяюсь, или одеваюсь нефтеодежду во время ритуала, или не так захожу в церковь, или держу, например, руки за спиной в церкви – это уже какая-то ересь начинается, и меня могут поругать, выгодить из церкви и так далее. И мы привыкли жить в понятии, что есть правильное и неправильное. Правильное определение термина, неправильное определение термина. В Китае этого никогда не было, потому что в Китае не было никогда нормативной религии, я напомню. В Китае, как мы знаем, нет главного буддиста. Там, как есть Папа Римский или есть Патриархия Руси, вот главного даоса, главного буддиста никогда в Китае не было. Был, там, предположим, ваш личный учитель, который для вас, безусловно, главный. А вот кто вообще главный, да нет такого. Соответственно, нет и ортодоксии. И вот поэтому, когда мы говорим о понятиях, через которые проходило ушум или боевое искусство, мы должны понимать, что нормативы никакого нет. Значит, давайте начнём с конца современного эпохи. Сейчас принято определение, что под названием ушум, дословно, боевое искусство, объединяется абсолютно всё, что правильно делают китайцы руками, а также ногами, оружием и всем вместе. И в этом плане что тайди-чань, что цигун, что другие методы – это всё ушум. И при этом, значит, есть уже внутри этого ушум масса подразделений, и саньда это ушум, в смысле поединки на помосте, и так далее. Ушум, на самом деле, термин не новый. Его просто, как бы сказать, ввели заново в оборот в предыдущие 80-х годах XX века. Термины ушум мы встречаем ещё в незапамятные времена, грубо говоря, в 3-4 веках Эра уже встречался. Он встречался в абсолютно определённом контексте. Тогда ушум это был, как ни странно, именно боевой танец, ритуальный танец. И слово иероглиф «шу» обозначает ритуальные действия правителя или шамана во время выполнения какого-то церемониала. Это может быть танец, это может быть поклонение небу. Вообще шу – это не просто искусство, это искусство самосвязывания с небесными силами. И поэтому это сразу приобретает такой сакральный оттенок. И когда вы выполняли танец оружием, это «у» дословно, и я напомню, что по-китайски слово «у» звучит точно так же, как «у-танец», это и был именно боевой танец. Он соотносился, это был такой джоуский танец, действительно было, так называемое, джоуское завоевание, была династия Шан, точнее, премина Шан, которые жили на центральной равнине в XI веке до н.э. И некие джоуские племена, которые не были шансами, проще говоря, не были в чистом виде китайцами, потому что тогда о китайском вообще речи не идёт, они завоевали Шан, завоевали вот эту центральную равнину. И в память об этом завоевании остался джоуский ритуал, джоуский танец, который начал называться «у-шу» – боевой ритуал. Раз в какое-то время, какое мы не знаем, праздновался победа над шансами в боевом снаряжении мужчины, надев, судя по всему, опять же, мы видим сейчас по ритуальным изображениям, надев на себя какие-то шапки из перьев, какие-то хвосты, это шаманские одежды, плюс алебарды, плюс клевцы, вот так называемые «гэ», они исполняли вот этот танец, воспроизводя победу над шан. Потом этот термин исчез и опять возродился в настоящее время. На протяжении всего и всей истории, как ни странно, если мы опять идём от настоящее время чуть вглубь, в 20-е, 30-е годы, 20-е века это называлось в основном «гу-шу» – национальное искусство. И случайно в 1921 году в Нанкине была основана первая академия боевых искусств, официальная академия, где можно было поступить туда, обучаться и получить даже диплом, она так называлась «гу-шу-юань», то есть Академия национального искусства. И у кого не возникал вопрос «гу-шу» – это почему национальное искусство, что это за национальное искусство, почему это не каллиграфия, не живопись, не это боевое искусство, вот так вот установилось. Еле идём чуть раньше, значит, до этого, чтобы выделить, отделить правильные от неправильных, то есть хорошие от плохих мастеров, тогда в начале 20-го века это называлось «дзинь-ку», то есть дословно «чистые или утончённые ушу», «чисто утончённое боевое искусство». Именно на этом лозунге в 1911 году вообще возникла первая официальная организация боевых искусств, ну, наверное, в мире, которая потом стала называться «Дзинь-у», то есть Ассоциация Чистых Боевых Искусств. Она существует до сих пор, в Шанхае её центр, и это первая организация, которая начала преподавать ушу не в закрытых секциях, сектах или клубах, а именно в залах спортивных начали приглашать тогда людей тренироваться, и сняли, кстати говоря, в 1912-1913 годах первый документальный фильм. Он смотрится очень примитивно, смешно, но вот такой вот он был снят. Он до сих пор показывается, демонстрируется. Большинство мастеров из Ассоциации «Дзинь-у» после китайской народной революции 1949 года побежали по всему миру, и отсюда же вот этот стиль, а в основе лежал стиль «Мидзунцюань», стиль «Потерянного следа», он распространился в Малайзии, в Гонконге, в Индонезии, собственно, по его Восточной Азии. Или будем ещё чуть глубже, то мы встречаем в основном термин, как ни странно, очень короткий «и», «и» дословно «искусство». Или вас спросили, чем вы занимаетесь, вы бы ответили «О, Лен, и», то есть я занимаюсь искусством. И у кого бы не было никаких вопросов, что за искусство? Может быть, или вы вырезаете что-то из камня? Нет, вы занимаетесь боевым искусством. До сих пор, например, в Том-Шан-Шамлийском монастыре, если вы скажете «я занимаюсь ушу», ну вопрос там, не «ган шэмэ», то есть чем вы занимаетесь, если вы скажете «я занимаюсь ушу», помощница, ушу – это вот там спортсмены занимаются, а вот вы занимаетесь искусством, вы, Лен, «и», и вот это слово «и», дословно «так и есть искусство», оно сохранялось на протяжении практически всего XVII-XVIII веков. Ещё чуть раньше в оборот вошло слово «гун-фу», вот это «кун-фу», оно вошло как традиция него конфуцианства. Я напомню, что XI-XVIII века идёт в Китае очень серьёзное сближение самых разных религиозных традиций, соответственно, конфуцианства, даосизма, буддизма, и, строго говоря, если вы берёте текст того времени, если вы небольшой знаток, вы не разделите, не различите, это буддистский текст или даосский, и вы можете его понять, что он даосский, именно потому что он находится в даосском архиве, а не в буддистском. Но опять-таки, если вы не большой знаток, вы вдруг в даосском тексте вы встретите понятие карма, воздаяние и так далее, т.е. чисто буддистские термины. И вот когда эти все религиозные традиции сливаются воедино, вырастает очень глубокое, глубинное понимание вообще того, что неважно, чем вы занимаетесь, т.е. как называется ваше непосредственно занятие, вы буддист, даос, т.е. делаете или вы пилили бессмертия, или вы сжигаете благовоние, а, может быть, вы конфуцианец, посещаете храм Конфуция. Важно, на самом деле, какое старание вы к этому прилагаете, потому что внутреннее саморазвитие находится вне внешнего ритуала, в конце концов. И вот это гунг-фу, вы затрачиваете время, вы тратите очень много времени, на самом деле, потому что, неважно, это медитация или что-то другое, вы должны выделять какой-то участок времени в день на это дело. И вот в этот момент сначала гунг-фу называется, это любая медитативная техника абсолютно, называется любое мастерство, тогда же как раз и каллиграфия, и живопись тоже начинают называться гунг-фу, а потом всё приключается на боевое искусство. И вот как раз, наверное, XIII век, и есть вот раздел между боевым искусством как искусством боя, воспитанием воина, и саморазвитием. Да, мы можем какие-то следы до этого обнаружить, но, строго говоря, до этого, как это всё называлось? Это называлось бин-фа, известный вам термин, то есть, дословно, искусство воина, это искусство построения боевого порядка и тренировки воинов и так далее. То есть, в принципе, никакого единого термина не было, и самое главное, гунг-фу в основном так называли на юге Китая. На севере Китая могли называть просто И, где-то кто-то называл уи – боевое искусство, кто-то называл это цянь-шу, дословно, калачное искусство, но при этом занимались и с оружием и так далее. И вот самое главное, что не пытайтесь найти единого термина вообще для этого. Вот сейчас, ну, поскольку Ушу стало видом спорта в Китае, в соответствии с спортом комитета, вот то, с чем вы занимаетесь, вот это будет называться Ушу, вот такой термин, вот под это мы вам выделяем деньги. Но это не имеет никакого отношения к исторической памяти. Тигун? Тигун, в принципе, тигун как слово мы не встречаем, как словосочетание мы не встречаем практически до начала XX века. И более того, если вы сегодня в каком-нибудь таком качественном, настоящем китайском историческом спросе, вы занимаетесь тигун у монаха, ну, он, конечно, поймет, о чем вы говорите, но он обидится. Он не тигун занимается, он нейгун занимается, внутренняя работа. Потому что тигун – это вычленение из очень большого контекста внутренней работы только упражнение с ци, с пневмой ци. И здесь есть такая вот довольно интересная история. Впервые вообще термин тигун начинает встречаться в 1936 году, т.е. относительно молодой термин. Почему вообще все вот эти термин начинают становиться нормативными вот в этот период, там, 20-30-е годы? Потому что в Китае, я напомню, в 1911 году упала последняя китайская манчжурская династия, и начинается научное изучение вот этого наследия. Тогда начинается колоссальная борьба с метафизикой, сиан-сио, и на её смену приходит наука, кэсио. Китайцы тогда, честно говоря, плохо понимают, что это кэсио. Это дело в том, что научное мышление присуще европейским народом, поскольку в основе науки лежит метод. Грубо говоря, если я спрашиваю, узнаете ли вы математику, это значит не то, что вы знаете 4 действия, а то, что вы знаете метод математического исследования или метаисторического исследования, а не просто факты. Китайцы плохо понимали, что в основе лежит метод. Но им очень понравился вот этот приход западной науки, которая на самом деле пришла не из Запада, а из Японии. Это японское было пронесение. И вот японцы впервые начали вводить очень много терминов, сначала в японском языке, а потом в китайском, которые потом прижились на современном уровне. Ну, самый известный, наверное, пример – это термин «религия», потому что в Китае же долгое время понятие «дзуньдяо», что дословно по словарю «религия» просто не встречался. Дзуньдяо дословно – это учение предков. В Китае было «дзяо», просто учение. Что такое конфуцианство? Это «дзяо». Что такое будет? Тоже «дзяо» и так далее. Но когда надо было переводить труды, например, «гегеля», есть чёткое понятие «религия». Ну, вот думали-думали японцы, придумали «дзуньдяо». Цигун, судя по всему, тоже пришёл из японской традиции. Есть целый ряд китайских исследований, есть даже фамилии людей, может быть, так и есть, которые первыми начали их употреблять. До этого было, конечно, «нэйгун» – основной термин – внутренняя работа, которая присутствовала везде, и которая отличалась чётко от «вайгун» от нынешней работы «вайгун» мы тренируем наше физическое тело, и «нэйгун» – наше внутреннее тело. Сами все термины пришли, конечно, из даусизма, от разделения на внешнюю внутреннюю, на внешнюю внутреннюю алхимию, которые должны идти абсолютно параллельно, потому что если заниматься только «нэйгун» в даусизме, вы довольно быстро себя убьёте. Если заниматься «вайгун» только, то вы просто ничего не достигнете. Ну, успокойтесь, будете хорошо, спокойно сидеть, что неплохо, но достижения не будут. И так далее. Эти же термины встречаем, кстати говоря, и в буддизме. И вот «нэйгун», по сути дела, в отдельном плане никогда не встречался. Нэйгун и цигун был частью какой-то большой школы буддистской, даусской. И, например, эти методы были абсолютно разные. Мы, например, можем проследить, откуда пришёл, ну, например, известный на рекау комплекс «Идзинзин», дословно канон изменения в мышцах. Формально он практиковался и пошёл, конечно, из шаволинского монастыря, классический буддистский монастырь. И первые находки трактата, само по себе реального трактата, я не имею в виду сейчас древность, они были сделаны в шаволинском монастыре. Но все термины, которые там используются, они даосские. Все методы, мы встречаем эти методы, даосские, но они сильно практикуются в монастырском монастыре. Вот это и есть классический синкретизм, да-да-да, слияние, переплетение, поэтому бессмысленно греча эта методика. Она всеобщая. Но самое главное, «Идзинзин» просто так не практиковался. Не надо думать, как китайцы, там, крестьяне рану утром встал, протёр глаза в 19 веке, да-да-да, и перед тем, как пойти на поле или вернувшись, добраться в поле, решил заниматься сегун, такого не было. Он, скорее всего, был либо буддистом, либо даоссом, в любом случае он был учитель, и он, этот ученик, говорил ему, вот тогда ты должен медитировать, тогда-то заниматься «Идзинзин», вот здесь ты должен, скажем, при полной луне не должен медитировать, а при зарождающей луне ты должен делать только определённое упражнение и так далее. И вот поэтому, когда наегун начал гулять по отдельности в этой жизни, и это активно поддерживало государство, оно и попыталось религиозную подоплёвку отрезать, ну, потому что Китай не очень любил это дело, особенно там, когда началось в 50-е годы, и серьёзно ещё больше началось в 80-е годы, потом в результате борьбы с разными сектантскими традициями уже в 90-е годы 20 века, наоборот, стали поддерживать цигун, вот тогда начали говорить, есть медицинский цигун, есть лечебный цигун, есть издорительный цигун. В реальности никогда вы таких терминов не встретите в Китае в древности, вы встретите в лучшем случае понятие яншэншу, известное, то есть дословность искусства вскарабливания жизни. В большой разности с наегун нет, опять какие-то разные, скажем, лексические традиции, но в любом случае не было традиции просто так заниматься цигун, традиции утренней гимнастики в Китае не было, но, по крайней мере, в источниках мы не встречаем. Спасибо большое. Хотел по ходу движения задать несколько вопросов. Когда я читал роман о Трое царствие, там постоянно упоминался не только Трое царствие, там танец с мечами, который во время борьбы основателя династии Хань и его оппонента, сейчас не вспомню, как его звали, был выполнен, и там с этим очень важное что-то произошло. Это ли и есть тот самый исток Ушу, тот самый танец, как вы говорите? Известный какой-то момент, по-моему? Да-да-да, абсолютно правильно. Во-первых, действительно, в Трое царствие не только там встречают, но в Трое царствие Любан непосредственно это выполняет, а так полно романов народных, где люди, ну как перемели переводчики, потому что по-другому нельзя было перевести, выполняют какой-то танец боевой. Во-первых, о боевом танце мы встречаем ещё упоминание во время Конфуция. Конфуций прибыл в какой-то царств, я думаю, что Конфуция 6 век до н.э., 6-5 века до н.э., он прибывает в одно из царств, смотрит перед ним, танцуют какие-то ритуальные танцы, и он говорит, что вот, вы знаете, боевой танец смотрится лучше, чем в войне, чем гражданский танец, но гражданский лучше воспитует человека. То есть вообще боевые танцы, судя по всему, это была часть обычной ритуальной деятельности, и мы, например, не только в Китае это встречаем, мы встречаем это в Индонезии, мы видим это, например, традицию в Тибете, мы видим, она сохранилась, например, известные масочные танцы тибетские, они же все базируются на символике борьбы, борьбы со злом, борьбы с духами и т.д., с размахиванием ритуальными мечами, и это тоже ещё важно понимать, что большая часть ушу была ритуальной во многом, и это вот сегодня мы ещё пытаемся говорить, что это за ушу, где танцуют, что это за боевые танцы, где танцуют, ну вот оно такое было, потому что это был ритуальный танец, и когда мы говорим про танец, мы должны понимать, что этот танец подходит подобный тому же, что, грубо говоря, те же действия, которые священник выполняет в храме, ну скажите, он тоже танцует. – Есть ли здесь связь с дионисийскими стилями в Греции, не связь, а параллель с дионисийскими стилями, описанными античными авторами, или мы слишком далеко, в том смысле, заходим? – Нет, я думаю, что если вообще исходить из концепции Мирча или Ады, или Левистроса, речь идёт о том, что некие движенческие стереотипы, они вводят человека в определённое состояние сознания, которое мы назвали экстатическим состоянием сознания, потому что в обычном состоянии человек себя достаточно хорошо контролирует, учитывая даже тот же самый Китай, где всё было очень ритуально жёстко. И для того, чтобы приобщиться к высшим силам, вы должны испытать состояние, которое вы никогда не испытываете в этой жизни. И вы должны его себе зафиксировать, то есть понять, что оно потенциально и принципиально отличается от того состояния, в котором вы живёте сегодня. И вы никогда не перепутаете его, вы не можете, может быть, его описать, но вы точно скажете «я это испытал», или вы скажете для себя «я этого не испытал». И вот для того, чтобы вывести человека, скажем, за пределы его тела, необходимо, во-первых, определённое движение, вот обычно монотонное, жёсткое и очень активное. Во-вторых, нужен определённый удар в барабаны, вы знаете, в Китае колокольца, гонги и так далее. Иногда это обкуривание или воскуривание определённых благовоний, это использование грибов и так далее. И это, опять-таки, описывается, например, в той же самой династии, в истории династии Хань, это описывается. То есть, в общем, конечно, идея того, что только в определённом экстатическом состоянии сознания человек может приобщаться к иным силам, она равноценна и в дионсейских мистериях, и в индийских халлических праздниках, и в китайских, конечно. Вопрос там в другом, понимаете, в Европе, там на Западе, после рождения институциональной церкви это всё было выведено за пределы. Мы видим какие-то отголоски этого дела, например, хоровые пения мы видим или ночные родения, например, всенощные служат. Это отголоски, которые между собой уже мало состыкуются, они состыкуются уже с другой традицией, у них есть же другое ритуальное христианское объяснение. А в Китае, так же как во многих других, там в Индии, например, никогда же не было единой религии, как мы уже говорили, как следствие не было священника в чистом виде, и мастер Ушу то же самое, он вам ничего не объясняет, он лишь помогает вам объяснять методы, за счёт которых вы можете выйти за пределы нынешнего состояния сознания. Выйдите вы или не выйдите, он вам не гарантирует, и самое главное, он не гарантирует, с чем и с кем вы там встретитесь. Он не контролирует вас, он лишь показывает, как это надо делать. И вот как раз, грубо говоря, спортивная или современная школа Ушу отличается от традиционной не движениями, не формат, не геометрия движений, а тем, какие цели ставят перед собой занимающиеся. И вот как раз традиционная Ушу ставила перед собой современную цель. Это цель налаживания ритуального взаимодействия человека и иных потусторонних сил. То есть, правильно ли я понимаю, что вы предлагаете искать истоки Ушу вот в этих шаманских, назовём их, да, каких-то ритуальных танцах, которые потом со временем получили свою военную разновидность и так-так-так-так потихонечку? Я думаю, это слияние абсолютно нескольких вещей, которые первоначально развивались абсолютно независимо. То есть, мы видим, что, например, 3-4 века н.э. – это как раз рассвет мистических школ даусизма, как раз там Маушаньская традиция, многие другие традиции, там Линбао, прошу прощения, Шансин и так далее. Вот они развиваются отдельно, с очень сложной ритуалистикой, с попытками обнаружить в каждом члене тела человека свой дух, с которым надо договориться, медитация есть, никого Ушу там мы, конечно, не видим. Параллельно абсолютно развиваются боевые искусства армейские, где люди тренируются, опять-таки, известны эти стили, отрабатывают на манекенах, отрабатывают правильную заточку оружия, никак не связано с духовной практикой. И вот где-то к 13 веку они, эти вещи, начали переплетаться. Мы даже можем вычленить, где это начало и как это началось. Во-первых, скорее всего, это воины, которые уходили в монастыри или которые жили при монастырях, это воины, которые возвращались в свои деревни после службы в армии, например, как Синэтьян родился, это люди, которые воины, которые на старости лет обучались в каких-то даоских школах, так, скорее всего, возникший стиль Багуаджан. Это воины, которые изучали, например, люди, которые изучали и воинскую традицию, и традицию, например, даоско-буддийского медитации, как первые стили таддичиан и так далее. Вот они, всё это слияние начинается с 13-14-15 века. Именно тогда возникает большинство, ну, назовём так, школ первоначально, ушу, которые потом уже начинают ветвиться. Поэтому, конечно, там есть шаманские истоки, конечно, там есть абсолютно как бы инобытие, но которое базируется на боевой практике. Хотя я знаю, что многие и русские стили пытались вывести из монастырской практики, в реальности по… ну, всегда в основе нашего исследования лежит источник какой-то. Если мы видим что-то в архиве или видим, например, на рисунках или видим в летописях, да, скорее всего, всё это было, в летописях мы не видим, потому что предания, они всегда искажаются, они быстро исчезают. Китайцы чем отличались? Они практически всё изначально фиксировали, мы знаем, там, гигантское количество писаных источников. Какие-то подправлялись, какие-то нет. Сегодня современная наука может довольно точно понять и так-то, вот текст был подправлен или нет более позднее, потому что текст, он разбивался на определённые куски, если нарушается геометрия текста, то, скорее всего, там кто-то вставлял куски или понимал, или там другой каллиграфии написанной и так далее. Поэтому мы можем точно сказать, да, вот 13-14 века – это действительно начало некой категории людей, которые практиковали и боевые искусства, и, скажем-ка, и духовные практики. Это династия Юань? Это династия Сун и династия Юань, конечно. В Юань-то понятно почему, потому что Юань бросает вызов к китайскому сознанию. И Сун, честно говоря, тоже. Я напомню, что в Китае было, ну обычно называются там 26 династий, в реальности, конечно, их было больше или меньше, наоборот, потому что историю пишут победители, а китайцы написали свою историю, это понятно. Поэтому, например, китайцы приписывали к себе и династии, которые формально не были китайские. Мы знаем, Юань не была китайская, династия была монгольская. Династия Сун, как известно, на севере были Сюну, они же Гун, а на юге были китайцы, их вытестили туда. Поэтому, в любом случае, я напомню, что династия Тан, которая предваряет династию Сун, был взлёт китайской цивилизации, пик развития всех форм живописи, каллиграфии, стихосложения, чего только угодно. И вдруг династию Сун какие-то полуварвары берут и в следующую династию выбивают китайцев на юг за реку Индзе. Джуджени. Это были и Джуджени, и остатки Сюн, это вообще тюркские племена, строго говоря. Династия Дзинка тоже. Династия Дзин ещё чуть, да. А дальше приходят уже монголы, Юань, и вообще, грубо говоря, прокидывают вот эту великую китайскую цивилизацию. На самом деле, это стресс очень серьёзный, потому что это коммунистанская цивилизация, у которой всё было уже чётко расписано, всё было хорошо, кроме одного, китайцы, судя по всему, плохо воевали, поскольку они проигрывали. И тогда начинается, как обычно бывают такие сложные эпохи, кодификация знания, т.е. когда люди пытаются осознать, почему мы китайцы, а вы монголы, вот чем мы отличаемся, не только языком, вероятно, а тем, что у нас есть некоторые знания. И вот именно в династию Юань появляется, которая, казалось бы, подавляла китайцев, появляется очень много искусств самых известных, но вам прекрасно известно, что появляются новые стилии живописи в Юань. Пекинская опера. Пекинская опера – это, да, когда-то ещё не была пекинская, но раз да, региональные виды оперы появляются, абсолютно правильно. Появляются внезапно какие-то новые даотские школы, ну, Чанчжэньдао появляется именно тогда. Появляется вообще целый ряд новых буддийских школ и расцветает Чанч-буддизм тогда, который возник, конечно, раньше. Казалось бы, монголы, которые все должны были подавлять. Это вот самосознание у людей так срабатывает. Монголы там, а мы здесь занимаемся своей культурой. И Юань как раз, как ни странно, именно в эпоху Юань расцветает вообще этот Шаулинский монастырь, который был и до этого, но настоятель Фу Юй, который, кстати говоря, первый стал составлять знаменитые Шаулинские хроники, вот это вот хроники монахов, бойцов Шаулинского монастыря, начинается именно с Фу Юй, формально с 13 века. До этого он, грубо говоря, просто восстанавливал от Батхитхармы. И вот с этого момента, с 13 века начинается то, что это школьная традиция, школы как таковые, неважно, даоские или школа ушут. И вот они дошли до сегодняшнего дня. То есть мы практически каждую школу можем проследить, почти каждую, до 13 века. Да-да, и ведь в едиосизме тоже разделение на Чонджемпхай, на Дженнипхай. Да, теперь мне это понятно. И разделение на южные школы, северные школы, да, и Жюблия, конечно, да. Ну вот здесь вопрос, ведь большинство скажет, что, скорее всего, очень распространённая версия, что было искусство, принёс Батхитхармы из Индии, там, как он, на тростинке или как ещё переплыл. И вот он, мол, первый мастер был их искусства, от него всё идёт. Что вы скажете по-другому? Ну, китайцы им так и скажут, и они не могут сказать по-другому, потому что любой мастер, любой носитель школы, он транслирует свою школьную традицию, и он не может по-другому её транслировать. Когда вы слушаете рассказ об истории ушун, от носителя этой школы в 99% это миф, но это не ложь, вот есть как бы принципиальная разница между мифом и ложью. Миф, он должен создать основу для восприятия школы, что мы такие же древние, как там, как все остальные. Именно поэтому в основе многих школ лежат не только там относительно новые персонажи, как Батхитхармы, я напомню, всё-таки там 4-5 века, прошлое время, 5-6 века, а там есть школы, которые якобы пошли от Лао Цзи, от Хуанди и так далее. Понятно, что этого не было. Как мы можем проверить, так это или не так? Опять-таки, есть источники. У нас есть упоминание, что действительно некий индийский монах Батхитхарма пришёл из Индии, и опять-таки, дальше уже начинаются разные разночения, как он пришёл, и пришёл в царство Алиан, где беседовал с императором Уди. Всё, больше мы ничего не знаем. Это вот фиксация факта. А формально это произошло в 495 году н.э. Потом в 520-м доходят до Шарлийского монастыря, до места, точнее, где Шарлийский монастырь уже был, он был деревянным тогда, и дальше развивается вся эта известная история, которая много раз описывалась, но когда мы смотрим, откуда она идёт, это уже история 11 века. А почему 11 век? 11 век – это как раз зарождение нормативной чайной буддистской традиции. В 11 веке рождается известный трактат записи о передаче светильника «Благодати», где десятки самых разных школ, чайной буддистских, которые развивались независимо друг от друга, их пытаются свести воедино, построить такое древо ветвистое. Построили кладу Батхидхарму, два его ученика, один там тайная традиция, второй открытая традиция, т.е. сразу вот есть иньян, и дальше всё дело развивается. Батхидхарме уже позже начинает приписываться созданию, точнее, сохранении двух трактатов «Сисуидзин» и «Идзинзин», трактат об обмавлении спинного мозга и канон изменения в мышцах, и это, скорее всего, записи уже довольно поздние 17 века и т.д. Т.е. миф о Батхидхарме можно рассчитать, как он ослаивается друг на друга, но в основе каждой традиции должен лежать обязательно отец-основатель, и Батхидхарма очень хорошо подходит, он вот классический такой персонаж. Если вы ради интереса однажды сравните, например, описание того, с одной стороны, и описание какого-нибудь Джан Цайн Фэна, легендарного основателя Тайди Цианя XIII века, т.е. между ними пропасть там тысячи лет больше даже. Вы вдруг видите, что их описываются одинаково, у обоих торчат борода, волосы из бороды как линия торчат, у них грозный взгляд из-под нависших бровей, они там взглядом отодвигают гор, останавливают врагов, т.е. есть нормативный персонаж, который вот герой такой, и если, например, в греческой традиции это обычно красавец, какой-нибудь Аполлон, или Персей и т.д., такой мускулистый парень, то здесь это другой персонаж, тоже нормативный, поэтому, конечно же, если вы сегодня поговорите даже с каким-нибудь шавлийским монахом, настоящим монахом, он прекрасно понимает, что это миф, и он сам себя не обманывает, но этот миф очень важен для его самосознания, чтобы понять, что историческая традиция очень древняя, и поэтому очень много воссоздаётся обратным образом, например, как была воссоздана пещера, где сидел, медитируя Батхитхарма лицом к стене, и где мистическим образом отразился, как известно, стене его облик, и потом этот камень был вырезан и перенесён в Шавлийский монастырь, и если долго смотреть на него, то вы, конечно, можете разглядеть старика, который там сидит, но там, как помните, настолько грязное стекло, что там можно разогреть всё, что угодно, хоть… Если стараться, то можно. …хоть современный истребитель, это неважно абсолютно, было бы желание. И более того, сначала возникает легенда, а потом достраиваться здание. Вот, например, на территории Шавлинского монастыря есть беседка, посвящённая человеку, стоящего в снегу, это первому ученику Батхитхармы Хойка, да, абсолютно точно. Она была постройкой, значительно позже, это, скорее всего, постройка династии Мин, предположим, 15 века, и, конечно, Хойка, который формально должен был стоять в снегу перед Батхитхармой в VI веке, конечно, даже видеть её не мог, эту беседку, но вот она сохранилась таким образом. Так что был бы миф, а вокруг него уже построится целая структура. Скажите, вот Шаолинь, Шаолиньская традиция, вы тем более очень к ней близки, разве не странно, что именно буддистская традиция с ахимцей, с ненасилием родила в Китае, а потом в Японии, да, получается, такую вещь, как идеология самурайского японской традиции, или вот Шаолиньское монашество боевого. Это, мне кажется, очень странным, а вам? Мне кажется странным, если смотреть с индийской точки зрения, а с китайской точки зрения совсем не странно. С точки зрения Махаяны, конечно, это абсолютно нормальная история. Ну, во-первых, надо понимать, что история знает только один случай, когда в конкретном монастыре, в Шаолиньском монастыре родились боевые искусства. Все рассказы о том, что боевые искусства были в других монастырях – это рассказы XIX века, то есть источников мы не видим. Значит, скорее, Шаолинь – это некий-то сбой, что ли, традиции. Во-вторых, надо понимать, что буддизм, или мы берем классический буддизм, он, конечно, говорит о традиции Ахимса – ненанесение вреда живому, причём глубинного ненанесения вреда, потому что надо восприниматься, что Ахимса – это не убийство. На самом деле нет. Например, вред можно нанести словами, взглядом, книгам, высказываниям, там, чему угодно. То есть это отказ вообще от любого потенциального вреда, который мы можем наносить. И это именно вот как раз Махаяна и углубляет понятие Ахимса до предела, до того, что лучше ничего не делать и даже не думать, чтобы не нести вред живому. И вот на этом фоне рождается потом, в конце концов, и чай буддизм, который говорит, что мир есть абсолютной иллюзией, только твоё чистое сознание может подсказать, как надо правильно действовать вот в этот момент. Чтобы ты не читал, какие вещи ты не делал в буддизме, пока у тебя сознание не очищено, ты всегда будешь ошибаться абсолютно, это будет теоретическое знание. Поэтому не надо ничего читать, по крайней мере, вот на настоящий момент, ты очисти сознание, а потом уже на это чистое сознание можешь накладывать самые разные принципы, потому что ты не знаешь, как они работают, эти принципы, для тебя это теория. И вот как раз как очисти сознание, от этого разные школы чай буддизма и разделяются на много ветвей. Кто-то говорит, надо медитировать, кто-то заниматься только практическим трудом, кто-то говорит, что надо входить в чай буддизм через практику, через действие син, и через теорию Ли и так далее. Кто-то Куана загадывал. Кто-то Куана, да. То есть есть там сотни и так далее. Какие-то просто вещи, ставящие популярны на Западе, какие-то менее популярны, но в любом случае надо понимать, были сотни учителей, были сотни способов. И в конце концов чай буддизм, он меняет, потом, дзен буддизм, он сильно меняет вообще культуру восприятия действительности, и не только буддистскую, но вообще общую, что мир спонтанен и непредсказуем, в том плане, что мир настолько быстро меняется, что мы не можем зафиксировать точку стабильности его. Вот эта вот капля туши, стекающая с кисти, она за секунду меняет мир, когда вы там бьёте кистью по бумаге, вы меняете уже мир на чёрное и белое, на левое и правое, на заполненное и пустое и так далее. То есть всё, что дальше вы будете дорисовывать, это же не важно. Вы уже первое изменение вы сделали, уже вот этот великий тай-дзи, великий предел прошёл. Поэтому как раз главное – правильно реагировать на всё, что происходит. И если вам надо себя защищать, и в этот момент ваше чистое сознание подскажет, что единственный способ защиты от нанесения максимального вреда нападающему, значит, это правильно. Поэтому вопрос, как всегда, как говорят китайцы, это китайская притча, что, как известно, Будда испытывает состояние вечного блаженства. Да, но, как известно, осёл-то тоже испытывает состояние блаженства, поэтому важно не что испытывать, а кто испытывает. Да, поэтому важно не кто примет бы искусство, а в каком состоянии сознания он находится. И в этом плане я не вижу большого противоречия. Вопрос в другом, в том, что не надо чайским сознанием, дзенским сознанием оправдывать всякие глупости. Когда человек охочет там и переворачивается, того, говорит, а такое у меня дзен. Это не дзен, это глупость. Вот здесь надо чётко понимать, что истинный дзен присущ очень небольшом качестве у людей. И тот, кому присущен, никогда об этом говорить не будет. Мы разобрали чуть-чуть с вами буддистскую традицию, но также есть и большая традиция даосская с центрами в Оданшане, в Хуашане, в других горах. Можете, пожалуйста, пару слов об этом? О том, как внутри даосизма рождалось это и дальше? Значит, в отличие от буддистской традиции, даосская традиция описана, именно у их искусств, описана начали хуже. Потому что, так уж получилось, буддисты – это были люди очень социализированные в целом. Они всё фиксировали, они всё записывали. Поэтому у нас, например, есть гигантские архивы многих монастырей, в том числе и Шаолинского монастыря. И даже после того, как они частично сгорели в 1928 году во время пожара монастыря, мы всё равно понимаем, что вот туда приходили. Мы знаем точно, что в XIII-XIV веках в Шаолинский монастырь буддистский приходили профессиональные воины, обучали монахов, обучали специальным методом боя с VI и так далее. Это отсюда, собственно, пошла Шаолинская традиция. Она пошла от военной практики, реальной военной практики. Даосизм развивался совсем по-другому. Во-первых, действительно, даосы очень мало что фиксировали. Мы редко находим хроники отдельных монастырей. А, скорее всего, это описание внешних людей. Чиновник приезжает в монастырь, он описывает. Во-вторых, даосская традиция базировалась на абсолютном выводе сознания за рамки этого мира, на прекращении восприятия этого мира. И, конечно, всегда забавно смотреть, как где-то в Европе люди говорят, мы знаем, что даосизмом занимаемся. Даосизм, если мы смотрим, то же самое, Тянь-Джин Дауни, не говоря уже о более древних школах, вы должны избавиться от своего физического тела. И если вы этим даосизмом занимаетесь, ну, конечно, вам светлая дорога. Потому что никого другого даосизма в чистом виде не существует. Существуют просто кусочки даосской практики, которые вынуты из даосизма и которые сами себе могут быть очень полезными. Например, медитация полезна. Мы знаем, что есть целый ряд школ, известных Багуаджан, например, которые базируются на даосской терминологии. Занимались ли ими даосы настоящие в монастырях, мы этого не знаем. Мы знаем, что просто даосизм же был, по-моему, все проще, очень популярным учением в Китае. Но поскольку история про бессмертие физическое, духовное, история про возможность общаться с духами, это было буквально на народном уровне. Поэтому очень многие люди объявляли себя даосами. Они приходили в даосские монастыри, они общались с даосскими монахами, сами не будучи посвящёнными даосскую традицию. Потому что даосская традиция базируется на целом ряде очень жёстких посвящений, и, опять-таки, этапы посвящения зафиксированы. Мы не всегда можем чётко понять, как проходило посвящение, но это всё описано, скажем, в источниках и VII века, и XIII века. Вот все эти понятия наверняка известны вам – небесные и бессмертные, земные и бессмертные, и так далее. Это есть этапы посвящения, и для каждого этапа есть свой набор признаков, что ли. Вот обычно человек через эти этапы не проходил, потому что если бы он прошёл, вы бы о нём никогда бы не узнали, он никогда бы не был описан в литературе, он не стал бы там на площадях показывать своё мастерство боевое, ни в коем случае, они уже живут в другом пространстве. Вот Сины Циань, Багуа Джан, Тань Ди Циань, целый ряд других стилей, которые, по сути дела, исчезли сегодня, они рождаются довольно поздно, как ни странно. Мы видим, что реальная традиция в лучшем случае XVI век, иногда XVII век. То есть для Китая это очень поздняя уже традиция, и хотя там Тань Ди Циань пытается достроить себя до Джан Циан Фэна в XIII веке, но в реальности Джан Циан Циан Фэна абсолютно как минимум полный мифологический персонаж, учитывая, что вообще таких людей было как минимум три, а может быть и больше, вообще в Китае любили однофамильцев сводить воедино, почитать «Легенду о Лао Цзэ», увидишь там два Лао Цзэ, как минимум, а может быть и больше. Вот в этом плане главное, что вот эти стили принимают от Багуа Джан, от Багуа Джан Сины Циань принимают от даусизма, они принимают символику постоянных изменений, тогда вводится известное понятие пяти первой стихии, пять первоэлементов у Син, понятие трансформации гексограмм, триграмм, гексограмм, т.е. идеи постоянной трансформации, когда человек на самом деле отсутствует в конечной точке пространства, ибо он трансформируется, т.е. у нас нет зафиксированных гексограмм, у нас есть переход гексограмм одну в другую, так же, как элементы один в другой постоянно переходят, так же, как индьян постоянно переходит. Вот это как раз и есть вечная текучесть, которая перешла не из буддизма, а из даосизма. И на самом деле, если мы берём чистые даосские практики, не практики ушу, они значительно сложнее, конечно, значительно сложнее по внутренней работе. А если мы берём просто, скажем, Багваджан, он проще даосских практик. Но здесь надо понять почему. Если вы посмотрите, кто были их носителями, это неординарные люди, безусловно. Это люди, которые как раз пытались вынести даосские практики на люди, то есть они преподавали. Поэтому, собственно, мы о них знаем. Даос, так же, как и буддист, посвящённый, он никогда в жизни не будет это выносить за пределы школы. Эту традицию сторонний наблюдатель, скорее всего, просто не узнает никогда. Но если, например, у нас, например, есть, как известно, могила Дунхай Чуани, основателя Багваджан, и вокруг него основать могилу его учеников, и там всё расписано как что, это, в принципе, уже светская традиция. Она базируется на даосхизме, но это светская традиция. И два момента. Первый момент. Хочу ещё раз уточнить про историю Удан Шани, ведь его действительно строили специально для даосов, и он сейчас является неофициальным такой даосским шалинем, его сейчас называют. И второй, немножко зацепилух, что вы сказали, что сейчас Багваджан, Синьи, вот эти три внутренних стиля, это идеи, конечно, они уже почти выразились, хотя миллионы, наверное, человек сейчас считают себя продолжателями этих линий, но это не миллионы, но много. Ну, во-первых, я думаю, что миллионы, конечно, во-вторых, конечно, они не выразились. Они, понимаете, когда традиция из реальной мистической переходит на массовый уровень, это называется десакрализация традиции. Это не враждение, это просто переход на другой уровень. Более того, я думаю, что какой-нибудь Аджи Чань технически значительно сложнее, чем то, чем занимались даосы в 13 веке. По крайней мере, те иллюстрации, которые мы видим в даосских трактатах, того времени очень примитивны. И, конечно, то, что делают современные специалисты по Таиде Чань, я, честно, даже не говорю о мастерах, это очень сложная движенческая такая вот практика. Но, понимаете, как только человек начинает этим заниматься открыто и, тем более, выходит на какие-то соревнования, ни в коем случае это неплохо. Это просто другой вид деятельности. Потому что сложно представить, чтобы какой-нибудь даос решил себе показать прилюдно практику, которой он занимается. Не потому что это какой-то суперсекрет, его можно украсть, а потому что психологически он не понимает, как это можно вообще на люди выносить. Абсолютно внутренняя работа. Это лично для тебя, для твоего мастера. Поэтому я думаю, что как раз эти искусства значительно усложнились. Чем больше, ближе к соревновательным аспектам, тем сложнее, конечно, технически. И просто каждый в этом ищет своё. В конце концов, если человек приходит для того, чтобы поддержать здоровье через Таиде Чьё, они поддерживают его, а это действительно прекрасный стиль, то я не вижу в этом ничего плохого. Ведь не каждому человеку нужно выводить своё сознание за пределы физического тела, не надо его заставлять. Более того, многие китайские практики просто не нужны европейскому сознанию, и пускай они там и в Китае остаются. Если говорить о Багуа, Джан-Син-Исиане и так далее, вот об, скажем так, истоках всего этого вопроса, мы должны для себя абсолютно чётко понимать, что откуда вот были конкретные, там несколько человек, которые практически одновременно начали их проповедовать и практиковать. Когда? В XIX век, и это понятно почему, т.е. конечно, стили были до этого момента, они были разрослены, они были семейными, там был стиль семьи Ченей, который стал чрезвычайным, и в той же самой провинции был стиль семьи Ли, т.е. есть такой Лидиат-Исиань, который небольшой по объёму, но, в общем, точно такой же достойный стиль. Ян-Лучан, в основном. Ян-Лучан и так далее. Почему? Что происходит? Все эти ребята начинают практически в одной провинции, если обращу внимание, в Хэнане? Хэнане – это бы, да, но это реально всё. Они сначала преподают, если мы, опять-таки, внимательно посмотрим, там есть один эпизод, который всегда зафиксируют, они преподают место аристократии. Сами они аристократией не являются. Правда, они являются и совсем простыми ребятами. Там есть, конечно, легенда Ян-Лучан, который рубил дрова, но не важно, это, в общем, они были не бедняками, как минимум. И, в конце концов, все из них, и вот, и этих стилей многих других, они стремятся попасть в столицу, чтобы представить ко двору, там, императорскому двору, своё искусство. Потому что это была ещё, как бы, карьера такая определённая. Кому Ян-Лучан придал? Ян и вообще вся семья Янов, и чем она отличалась от семи Ченей, от Ченьши Тайди Чань. Ну, понимаете, есть движенческое различие, но дело не в этом. Ян-Лучань впервые начал преподавать это открыто аристократии. А зачем это нужно было? Да потому что люди экзамены, аристократы сдавали экзамены, я напомню. И ещё, там, начиная с династии Хань до 1905 года, в Китае была система Кэй-Дзюй, система экзаменов, очень сложная, очень жёсткая, очень утомительная сама по себе. И Ян-Лучань, судя по всему, сумел объяснить, что это полезно, и он начал преподавать, преподавал в том числе, я напомню, и не просто медленные движения Тайди Чая, но и управление солибарды с мечом, который был тогда не гибким простым мечом, а тяжёлым мечом, т.е. это был очень сложный Тайди Чай, который требовал большую физическую выдачность. Почти та же самая история с Багуаджаном. Секундочку, учитывая, что Маджуры были воинами, собственно говоря, и, наверное, им было это очень важно – не терять такого боевого задора, что называется. Да, конечно. И Сины Чай вообще вышла, как известно, одна из, на мой взгляд, правдоподобных версий из боя с копьём. Не случайно очень многие движения в Сины Чай, да-да-да, они повторяют атаку с копьём, отведение копья, т.е. если мы, грубо говоря, вложим человеку в руки копьём, то мы поймём, вот почему именно так движение строится, почему он так вот прямой, почему так делается уход. Т.е. за этим всем стояли реальные боевые практики, которые стали выноситься в другую область, в область поддержания здоровья, но бассировали всё равно на неких даоско-буддийских истоках. А почему же XIX век именно стал эпохой расцвета китайских боевых искусств и появления многих школ, и потом ещё и много чего другого? Т.е. Да, потому что кризис китайского общества, кризис порождает не только угнетение каких-то вещей, но, наоборот, само сознание, так как мы вот говорили, при юанях происходит. Я напомню, что династия Цин, последняя китайская династия с 1644 года, она чётко делится на две части – ранняя, ранняя императорская Китай и поздняя императорская Китай. Вот поздняя императорская Китай – это Китай надломленный, потому что вот именно тогда приходят европейцы. Опиумные войны. Опиумные войны, конечно. И европейцы не просто так приходят, потому что почему Китай так быстро сломался? Да потому что разладил всё в Китае, потому что те же самые китайские войска были практически не централизованы, они находились на содержании у местных элит. И поэтому кто-то хотел посылать войска, защищать границы Китая от англичан, кто-то не хотел – это уже вот рост местных элит. Возникают местные кланы, которые, грубо говоря, плевали на императорский двор. То есть, они его уважали, но держались с ним подальше. И тут же возникает масса людей, которые пытаются сделать себе и карьеру, и известность, и многие вещи, которые раньше были, так сказать, под как в неком латентном закрытом состоянии, они вдруг начинают проявляться. Тогда же, например, начинают публиковаться официально многие даосские трактаты, и буддистские, которые до этого времени считались тайнами. Там нет какой-то особой тайности, более того, если вы не знаете, как их читать, вы их не поймёте. То есть, там есть целый ряд, как вы знаете, вещей, которые без трактовки, без учителя вы просто ничего не поймёте. Но их никто не публиковал. Возникают специальные аристократы, вот кого обычно называют в английской терминологии такие «конессеры», то есть знатоки, которые публикуют в специальные собрания даосс, тайных даосских буддистских сочинений. Именно тогда публикуются трактаты «Подойди циань», тогда же публикуются «Посины циань». Это всё XIX – начало XX века. Казалось, что если мы опубликуем, мы сбиксируем вот это достижение в истории. Вот это неплохо. То есть, многие говорят, о, там всё открыли. Нет, на самом деле благодаря этому мы хотя бы эти трактаты знаем, потому что они могли вообще потеряться. Про Уданьшань ещё немножко. Да, и Уданьшань. Значит, смотрите, Уданьшань, ну, как известный китайский двор, он всегда любил собирать всех людей в одном месте. Суньшань, я напомню, сначала был даосским, потом, поскольку даоссы были странами непонятными, с кем они там общаются, с какими-то вторыми силами, в V, VI, VII веках Суньшань начинают делать буддийский центр, Шаолиньский монастырь и десятки, если не сотни других буддийских монастырей. Тогда же, чуть попозже точнее возникает, и Уданьшань, да, до этого момента там тоже жили даоссы, но китайский двор начинает поддерживать новые даосские монастырии открывать там. И все даоссы считали необходимым в конце концов прийти в Уданьшань обучаться. И как раз Уданьшаньский даоссизм, он был даоссизмом известным двору, потому что ведь было же очень много даосских традиций, которые двор очень побаивался. В Китае, хотя не было, как мы уже говорили, понятия норматива, но было понятие си, си – это, до слова, искажение или ересь. Ну, грубо говоря, если вы, как даосс, вдруг начинаете заниматься какими-то непристойностями с даосскими девушками посреди улицы Пекина, это, конечно, уже такая идея. Си – это кривой? Си – это дословный ересь, нет, это другое си, да. Есть джин, джин, правильно, да, и как антитеза си. Си дьявол, вот сейчас мы перевём как геретические учения, хотя это просто другого термина нет. Чи си? Чи си, да, да. И вот, или, например, в Китае был такой вот такой вот отфань си против ересей, против искажений. И вот как раз правильный даоссизм был в Уданьшане, а все остальные даоссизм были си, не запрещены, но никто не поддерживал. И самое главное, если мы посмотрим, за счёт чего жил Уданьшане, жил за счёт, конечно, китайских императорских пожертвований. Кстати говоря, так же, как и буддийские монастыри. Туда же уходили на некоторое время даже аристократы пожить в монастырях. Были случаи, как в последних книгах описывают, туда уходили, например, прекрасные дамы, которые ходили туда своими любовницами и собаками, собачками, жили там какое-то время, будучи формально монашенками, потом возвращались обратно, ну, правда, они изучали целый ряд методов. И, конечно, сегодня Китай, он поддерживает традицию Уданьшане. В Уданьшане, как многие сегодня читают, что были даосские методы бывых искусств, на самом деле мы опять их встречаем только с начала 19 века. Скорее всего, судя по всём, по движенческому стереотипу, они были принесены с юга Китая. И если мы… это просто надо довольно разбираться. Дело в том, что у обывателей Китая представляется как одна большая страна вот в тех рамках, которые мы знаем. В реальности, конечно, Китай очень много традиций, не связанных, первоначально не связанных между собой. Центральная традиция, которая вот откуда пошёл Китай, Хуанхэ, центральная часть Хуанхэ. Есть северная традиция, это традиция Шаньдуна, откуда Конфуций пошёл. Есть южная традиция, царство Чу, там Лаодзе, скорее всего, и так далее. И вот эта региональность, она продолжает жить. И все стили Ушу, они региональные. Нету, никогда не было единого стиля Ушу. Да, мастера приносили из одного правительства в другую, но, так сказать, чтобы был там единый Шаолинь или единый какой-нибудь Одесчань, изначально такого никогда не было. И, скорее всего, было несколько центров зарождения бывых искусств, в том плане, как мы с вами говорим. Это Хэнань Хэбэй, это вот такая шаолиньская традиция классическая, но не только она, Таньчань вообще-то тоже оттуда же пошёл. Была традиция Фудзянь и Гуандун, это южная традиция, во многом базирующаяся даже на терминологии царство Чу. И она потом заходит в Уданшань, как, судя по всему, вообще и даоские многие традиции туда выходят. Была совсем северная традиция Шаньдуна, вот многие стили, например, стиль богомола, Танлань, Сюань и так далее, это шаньдунские стили, скорее всего. И каких-то других региональных традиций мы практически не знаем, они просто распространяются, расползаются, но все они сводятся к 3-4 базовым центрам. Вот Уданшаньская пошла с юга. И Хуашань ещё, по-моему. Уданшань, да, есть Хуашаньская традиция, есть Эмэйшаньская традиция. Их много. На самом деле это, скорее, тоже часть мифологемы Китая. Китай же мыслит мир не по географии, а по грамм Эмэйшань. Да, конечно, да. Вот есть Эмэйшаньская традиция, на самом деле под ней может десятки разных стилей подразумеваться. Понятно. Сейчас перейдём тогда к следующему вопросу. Очень интересно, я перед тем, как наша беседа случилась, я перед этим спросил у многих моих знакомых, что бы они хотели узнать об этом. И очень многие хотели узнать про внутреннюю мотивацию людей, которые, вот когда, да, вот мы можем здесь определиться, вот в династию Сун, династию Мин, династию Цин, в конце династии, да, Цин, то есть в конце императорского Китая шли в школы боевых искусств, в разные, наверное, да. Можете ли вы что-то сказать? Зачем люди шли? Зачем они посвящали этому часто всю жизнь? Были ли у них чисто прагматические какие-то мотивы? Или, может быть, они обладали, как и многие современные люди, какими-то духовными устремлениями? Расскажите, пожалуйста, об этом. Я бы сказал, что есть три источника, почему вообще люди приходили в школу боевых искусств, классические. Первый источник, как ни странно, потому что некуда было больше пойти. Он рождается в той деревне, где все занимаются боевыми искусствами, есть учитель, есть, конечно, вокруг этого учителя орёл определённый, есть некоторое количество его преданных учеников, и ты находишься на нижней ступеньке иерархии, поэтому, естественно, из-за соревновательности ты хочешь приблизиться к нему. Это, скорее, такая детская соревновательность, и в конце концов ты можешь достичь какого-то уровня. Просто ты знаешь только этого учителя в твоей деревне. И поэтому очень многие стили ушло, обратите внимание, вот если мы читаем где-нибудь какие-то истории династии, ну, Юань, например, там же нет понятия Шаолинь-Пай, этого нету. Там есть школа мастера Вана, школа мастера Джана. Чем занимался Джан Ван, мы не очень понимаем, но не описано. Ну, потому что вы родились в той провинции, в той деревне, где вас Джан преподают, вам некогда больше идти. И это первая мотивация. В эти школы, к тому же, отдавали из-за того, что там было некое воспитание, социализация, родители рады, что вас приучают через школу УШУ к определённым конфуцианским нормативам, как обращаться к старшим, как беседовать. Второй момент – это в школу УШУ проходило, особенно начиная с династии Тан, очень много аристократов, которые хотели выйти за пределы рутины жизни. Это именно потому, почему они пробовали заниматься и каллиграфией, и живописью, и системой медитации. То есть, это попытка ещё одного способа. Не потому, что там, скажем, каллиграфия плоха, потому что хорошо бы и с другой стороны посмотреть. И вот эти люди готовы были идти ко многим мастерам, о которых они слышали. И, как там показывают целый ряд трактатов, чаще всего они не добивались успеха. В том плане, что мастера их отправляли, потому что слишком разное сознание. Потому что, как мы говорили, гунфу требуют времени. Если аристократ может бросить свои занятия как книжник, или как чиновник, и несколько лет прожить с мастером, это один вопрос. И вот, например, Дунг Хайчань, основатель Багуаджан, он именно требовал от многих учеников, которые к нему приходили, бросьте свои занятия, приходите ко мне в школу, неважно, чем вы занимаетесь. На этом обучение заканчивалось, потому что многие говорят, я не могу бросить, я могу к вам приезжать раз в месяц, может быть. То есть, очень похоже на ситуацию современных людей? Один к одному, один к одному. Потому что человек приходит совсем с другим настроем. Каждый из нас приходит всегда, абсолютно любой человек приходит в школу со своими стереотипами. Иногда они совпадают с реальностью, а чаще всего нет. Есть третий момент, почему люди приходили. На самом деле это мог быть и крестьянин, и аристократ, и он приходил обычно со своим ребёнком, с сыном, например, чаще всего, и отдавал в обучение. Потому что это была альтернатива стандартным школам. Школы, как известно, в Китае зародились, наверное, самая вообще ранняя традиция понятия школы, как мы знаем, сидят ученики и что-то зубрят, она зародилась, судя по всему, в Китае. Якобы от Конфуция, который, как известно, преподавал за связку сухого мяса, да. Хотя мясо было тоже не дешёвым тогда. Ну, не важно, то есть почти за ничто, за еду преподавал. И вот тогда мы, например, знаем, что из истории Шавлинского монастыря, опять-таки, который сохранился, который хорошо зафиксирован, мы знаем массу людей, мирян, которые приводили из других провинций, и говорили, вот вам мой сын, давайте обучайте его. И это, пожалуй, были самые несчастные дети, да, потому что их отдавали в обучение, их действительно шпыняли, били и иногда прогоняли. Но те, кто выживал, как говорится, в этой гонке, вот из них-то и выходили самые известные мастера. Потому что это такой момент, когда человек понимает, что отец его же выгнал, а монастырь – это единственный, где он может жить, или там школа, где он может жить. И вот, например, известна история того же одного из последних великих монастыря Шавлинского монастыря, Шисуси, то есть который скончался так давно, то есть его история завиксирована, она известна. И я там с ним беседовал, и он рассказывал, я его застал уже в таком совсем пожилом возрасте, но главное, вот его точно так же привели, он родился в провинции Ханань, то есть в той же провинции, где находится Шавлинский монастырь, его привели, отдали и сказали, либо он станет монахом, либо если он не станет, выгоните его, пусть там в Канаве лежит, побирается, неважно. И вот он начал там тренироваться, прошёл через все перипетии жизни, потому что на его историю выпала и гражданская война 20-х годов в Китае, потом культурная революция, когда Хун-Вибин ему сломали руки ломом, потому что он молился, и позвоночник ему сломали, и так далее. Вот, и вот он прошёл через всё, через это, потому что формально он мог точно так же, как многие монахи, спрятаться, убежать, просто не переходить в монастырь времени, светиться перед Хун-Вибинами, но он считал необходимо проводить молитвы там. Вот это вот та категория, почему люди приходят, потому что они всё-таки хотят достичь того, чего они могут достичь в рутинной жизни, и надо понимать, как только мы приходили в настоящую школу УШУ, приходили люди, точнее, это было, конечно, понимание того, что однажды тебе придётся отказаться от многих вещей, к которым ты привык, или к которым там привыкла твоя семья. И поэтому, как ни странно, количество людей, которые занимались в таких школах УШУ, было всегда не очень большим. А это было всегда почти закрытое сообщество. Можно ли это сравнить, как в XIII веке в Европе были монастыри, как университеты, с очень известными потом людьми, с окомом, с другими, которые тоже часто были побочными ветвями какого-то феодального рода, и которых просто некуда было девать, а их отправляли куда-то туда. И они, соответственно, там проходили обучение несколькими как бы методами. Я думаю, что это практически повсеместно было, потому что монастыри в любой стране мира – это консервативные заведения, которые хранят какой-то кусочек знания. И если есть хотя бы два-три живых носителя, а не просто механических монаха, которые механически всё повторяют, эта традиция сохраняется. И вот почему есть такая практика, и до сих пор в Китае считается, что монахом ты не должен быть всю жизнь. Это редкая вообще история, когда ты монах всю жизнь. То есть ты пришёл и до конца жизни живёшь в монастыре. Ты в монастыре должен пройти определённый курс обучения, который ты не можешь пройти в жизни. А вот испытывать себя ты должен вот в этой жизни, потому что там святым в монастыре быть очень просто. Там хорошо, тихо, тепло или, наоборот, холодно, но неважно. То есть там ты борешься только с одним искушением, чтобы не замёрзнуть или чтобы не голодать. Мир устроен в себе по-другому. Есть такая хорошая буддийская поговорка, что мир создан лишь для того, чтобы мешать там жить. Вот это очень правильно, на мой взгляд. Поэтому европейские монастыре обучают, вот новый тип, те монастыре, которые в Британии возникли, из которых потом вышел и Оксфорд, и Кембридж, в конце концов, они начинали обучать некой системе знаний, которая может применить не только в монастырской жизни, но и во внешней жизни. Понимаете, математика не нужна в монастыре, строго говоря, если ты, конечно, не строитель, а вот в обычной жизни нужна. Точно так же, как, например, в Шаволинском монастыре, по крайней мере, в 90-е годы преподавали 4 дисциплины, вот как-то, как называлось, 4 больших иероглифа. Судадзу – это буддизм, как куфо, это медитация, история буддизма, сутры и так далее. Второе – это у, ушу, в смысле. Третье – это и, в смысле, медицина, джун-и, причём это медицина не только и глукал, не при живых грани, это гиена, тело и так далее, умение оказывать помощь другим людям. И четвёртая дисциплина – это гражданские науки. Это, собственно говоря, и есть. И стихосложение, и история, и, например, та же самая математика. Да, это на некотором примитивном уровне, но в любом случае эти вещи, которые выходят, собственно, за монашескую практику. Было ли у этих людей ещё и некое философское, философский практикум, такой, как, например, мы знаем, пифагорейцев были в Греции, например, или как вот сохранились истории, которые я узнал от вас, про чайских монахов, которые Куана друг друга загадывали, какие-то вот интересно узнать про вот эту философскую составляющую, или это всё-таки были большей частью только боевые искусства, и ничего, расскажите об этом. Просто, в честном виде, боевые искусства существовали только в армии, судя по всему. Там это отдельная история, там не до философии. А вот как раз всё дальнейшее зависело от того, в какую школу ты попадаешь, насколько, соответственно, глубоко ты будешь всё это изучать. В каком-нибудь, если это школа, не обязательно в монастыре буддистском, но при монастыре или рядом с монастырем, вот, например, как есть Дэнфэн, где, собственно, располагается буддистский монастырь, шамальский монастырь, там же все буддисты, просто кто-то в монастыре живёт, кто-то не монастыря. И поэтому, когда ты обучаешься боевым искусствам, тебя обучают всегда через терминологию буддистскую. Например, тебе предлагают приобрести что такое чхусинь. Чхусинь, дословно, это изначальное сердце. Это очень тонкий термин, потому что вернуться к своему изначальному сердцу, к тому незамутнённому состоянию сознания – это очень сложно в реальности, потому что, когда человек приходит, неважно, он молодой или уже в возрасте, у него есть масса сериотипов, в том числе по поводу, как в стойке надо стоять, как бить, как прыгать и так далее. И, например, основная проблема, когда приезжают иностранцы в шамальский монастырь – то, что у них нет никакого чхусинь, потому что он же всё прочитал, видел все фильмы с Джеки Чаном, ему всё уже известно. Вот поэтому тебя сначала прочитают вот этому чхусинь. Это чисто буддистская история, она связана с тем, что человек, когда приходит к Будде, перед Буддой он никто, он может быть великим человеком в своей жизни, интеллектуалом или миллионером, но перед Буддой он никто, поэтому отбрось свой статус и начинай возвращаться к тому же изначальному сердцу, которое есть у Будды. Будда отличается от обычного человека только одним – у него было, скажем так, больше терпения, чтобы достичь этого состояния. Гунфу. Гунфу, да, абсолютно правильно. Никого другого отличия нет. Будда также там замерзал, страдал, и в конце концов, как известно, физически он умер. Поэтому наберись терпения. И точно так же тебя обучают, как, например, в тех же буддистских школах, тебя обучают четырём благородным истинам, как известно, но просто мы их механически повторяем, когда описывается в учебниках, что жизнь есть страдания, страдание порождено жизнью, стремление к жизни и так далее. Но однажды, когда вы замените, правильно прочитаете текст, в конце концов, а не так, как там переведено, и, предположим, замените для себя слово «страдание», что жизнь есть череда неврозов, невротических состоит, тогда всё станет в свои места, что вы нервничаете, и все ваши иллюзии относительно жизни, относительно вас – это есть просто некоторые невротические состояния, о чём говорит нам медицина, и что исток этих невротических состояний есть, прежде всего, ваше стремление воспроизвести эту жизнь. И третья благородность, она очень позитивная, говорит, что всё-таки есть выход из этого состояния. И четвёртое – это чем надо заниматься. Вот, например, мастер вам предлагает заниматься гунфу, заниматься медитацией, какой другой мастер предложит что-нибудь другое. И вот когда мы понимаем, что это не теоретические тексты, а это нормальные такие вот инструкции, просто их надо правильно понимать, тогда и обучение начинается нормально. Поэтому, в целом, я, честно говоря, не видел ни одной школы УШУ, такой классической в Китае, а я начал предшествовать в этом плане по Китаю в конце 80-х годов, т.е. я ещё застал таких вот, в известности мне, исконных мастеров, которые никогда не думали ни о деньгах, ни о славе, ни о больших школах, которые очень мало знали о внешнем мире, честно говоря, но у которых были довольно такие жёсткие уложения, как надо с людьми общаться. Я не видел ни одной школы, которая бы просто обучала там кувыркаться или махать ногой, или делать там переворот, или просто быстро бить. Они все пытались тебе объяснить, как надо правильно мыслить, вот какое состояние сознания надо иметь. и я помню, вот у меня тогда в 80-е годы, 90-е, начало 90-х, поражались странные фразы, которые, т.е. технически я их понимал, но я не понимал, что обозначая какой-нибудь там наставник говорит, вы знаете, у меня было несколько учеников, очень талантливых, очень быстро били, прыгали, обучил всё. Но один из них женился, а второй уехал работать чиновником. Я говорю, ну это здорово, что он жениться, наверное, здорово. Что же здесь плохого? Т.е. он же не монах, он перестал заниматься гунтфу, он занимается только уши. Вот такая фраза. И в контексте это как раз всё хорошо понимается. Очень часто европейцам в сознании рисуют сцены полётов, мистических всяких вещей внутри монастыря, и даже я часто разговариваю с теми, кто практикует, они говорят, да не, ну конечно, мы внешние ученики, а есть ещё некие внутренние ученики, и там вот за шермочкой происходит какое-то мистическое обучение. Интересно, сталкивались ли вы с этим, и что об этом говорят трактаты, какова вообще структура школы получается, действительно ли там несколько уровней доступа, а там за святая и святых хранятся секреты внутреннего химии, там, не знаю, полётов во сне и наяву и прочее. У Мензо есть такая фраза «не дёргайте траву вверх, помогай ей расти». Ну да. Да-да-да, то есть вот всё должно прийти вовремя, в том плане, что никакого того секрета, который, вы точно знаете, вам не откроют, если вы что-то не сделаете, такого секрета нет. В конце концов, сегодня, по-моему, уже всё, что можно было снять на камеру, на видеокамеру, уже в YouTube опубликовано. Значит, секрет всё-таки не в этом. Секрет состоит именно в том, что вы должны потратить определённое время для того, чтобы достичь определённого состояния сознания. И это не пройдёт ни за 15 дней, иногда ни за 3 года, никак. Здесь есть только один рецепт, что надо заложиться сразу на то, что всё это будет очень долго. Есть этапы. Если ты будешь думать о достижениях, как говорят китайцы, если будешь думать о даджхан, о великом достижении, то даже сяо сяо даджхан, даже маленькое достижение никогда не придёт. Никогда не надо думать об этапах, это учитель твой думает. Есть ли техники, которые тебе не показывают? Конечно, есть. Она есть для тебя конкретно, на этом этапе тебе не показывают. Есть ли вещи, которые не рассказывают тебе, например, в качестве использования прерыва бессмертия или каких-то технических медитаций, визуализаций? Конечно, есть. Но какой же учитель хочет, чтобы ученик сам себя убил, сварив какой-нибудь гадости и отправившись на встречу с Хуанди и с Хиванму? Поэтому здесь хороший учитель тот, который знает дозировку правильную вот этого мастерства. К великому счастью, иностранцы, они думают, что есть секрет за ширмой. Это правда хорошо. Потому что им кажется, что они что-то скрывают, и они никогда из-за этого не нарушат вот эту добрую старую традицию Шу. Здесь опять такая китайская поговорка – хорошо, когда собаки грызутся из-за кости, покажи им на мясо, они мясо изгадят. То есть очень хорошо, когда иностранцы хотят, чтобы им что-то быстро показали. Они не вхожи, нет, есть, конечно, и вхожие, но большинство из них не вхожи во внутреннюю традицию. Потому что внутренняя традиция начинается не с приёма какого-то или с какого-то секрета. Она начинается с того, что учитель перестаёт воспринимать тебя как внешнего ученика. Ты становишься вот это «нейшит худи» – учеником внутренних покоев. Когда ты живёшь рядом с учителем, когда ты ешь то же самое, что есть у учителя. Утром просыпаешься и так же ходишь за учителем, вот он утром встал и начал двигать рукой, непонятно, то ли он комаров отгоняет с утра, то ли это мистическое упражнение, этого неизвестно, учитель может сам не знает, это может быть одно и то же, и ты повторяешь за ним, потому что ты веришь в правильность его движений. И в конце концов ты перерождаешься в учителя, ты имитируешь его не только движение, но и состояние сознания. И вот как только он видит, что ты есть он на какой-то момент, он тебе начинает показывать ту технику, которую никогда бы другим не показал. И поэтому сказать, что ты сдал на какой-то, скажем, поезд данный и так далее, не приходится. Да, все равно ушу есть, конечно, там дэны и так далее. И это, опять-таки, неплохо, потому что это стимулирует какую-то конкуренцию, но это не имеет никакого отношения к реальному обучению. Понятно. Мы поговорили с вами в целом про историю ушу, про вот это все. И здесь интересно затронуть тему про белый и черный миф Рошу, потому что давайте сначала про белый миф. Что же иностранцев так завлекло, скажем, наверное, с 70-х годов? Почему все сразу, сначала американцы, потом, наверное, и в Европе, потом и в России, так вот прямо линулись изучать богоискусство, как вы думаете? А я думаю, что это отголоски того, что называется обычно науки ориентализмом. То есть, когда в XIX веке иностранцы, прежде всего англичане, потом и все вообще европейцы, заинтересовались Востоком, причём не тем Востоком, который был, пусть до него надо было ещё доехать, изучать, а Востоком, который лепили в своём воображении некая мудрая страна, куда переносили все искания, все идеалы того, что не осуществилось в Европе. То есть где-то мудрецы, тайные знания и так далее. И вот этот ориентализм, он сегодня виден частично в которой можно очень много увидеть на изображениях, вы знаете, в любой британской семье, вы стоите тарелки голубого китайского фарфора, минского фарфора, потому что очень нравилась, это такая красивая экзотика. И ориентализм, он зафиксировался в головах как представление об идеальном Востоке. И он имеет волны свои. Сначала увлекались, как известно, индийскими гуру, вот вам лавацкая и всё остальное, потом увлекались самыми разными мистическими практиками а-ля буддийскими, их даже буддийскими назовёшь индуистскими. И вот где-то в 70-е годы наступает время кунг-фу. До этого уже пришло время, напомню, карате, потому что карате стало популярным после того, как американцы пришли в Японию по окончанию Второй мировой войны. И кунг-фу – это новый виток ориентализма. Я ещё помню, в 70-е годы, когда выходил только жалк-карате, безумно популярный тогда, публиковались очень интересные рекламы кунг-фу. Надо бы объяснить, что такое кунг-фу. Обычно публиковали человека в маске, в каком-то странном наряде, китайско-японском, но явно не китайском, явно не японском. И говорили, вы знаете, он не может отснять маску, потому что его убьют, носители традиции, но за небольшую цену вам покажут, и звоните по телефону. Вот это классическая подача материала была, и очень много на это люди повелись, потому что кунг-фу стало пиком представления о мастерстве. Мудрость, некое тайное знание, и самое главное, как ни странно, простота. Вот в боксе, конечно, просто, там можно получить по голове, и больно. А тут можно водить рукой влево-вправо, гонять энергию сверху вниз, и потом отбросить противника на десятки метров. Да. И даже напрягаться. Это просто идиоты там кроссы бегают, а у нас есть своя техника. Это сейчас мы прекрасно понимаем, что, конечно, всё обстоит по-другому. То есть, это была всё правильно приготовленная таблетка. И она проявилась, потом вылилась в книгах очень популярных, как наверняка все это знают, там, книги Дрейгера и Хабберзейцера и так далее, то есть, которые сами по себе были очень неплохими, как и странно, каратистами, но которые хотели шагнуть за пределы этого каратэ и породили миф красивого кунг-фу. И после мифа успелось разочарование, вот как раз это белое, да, вот чёрное. Чёрное. Чёрное, да. Во-первых, потому что вдруг казалось, что кунг-фу надо обучаться, т.е. надо ехать в Китай, проводить какое-то время, в конце концов, это долго, это затратно. Во-вторых, непонятно, там вот в каратэ всё очень просто, грубо говоря, там есть 5-6 базовых школ, есть какие-то мастера, есть система поясов, всё понятно. А здесь как-то для нас, для европейцев ничего не подготовлено, нет чёткой техники, как в школах, там один показывает одно, другое, другое, называют одним и тем же, вот шаолинь может быть и такой, и такой. Европейцы привыкли к очень чёткой кодификации. Но дальше начинается ещё больше разочарование. Многие же представляют, что кунг-фу – это ещё более страшное мастерство, чем каратэ. Оказалось, нет. И каратэ – это не особо страшное мастерство. Но кунг-фу совсем оказался, там, в каком-то стиле обезьяны. Конечно, при сильном напряжении можно представить, как вы запрыгиваете на голову противника и там откусываете ему уши, но можно всё сделать проще, как показ практика. И потому что оказалось, что оно совсем не боевое, это уши, которое показывается. Потому что очень многие стили, на которые натыкались, это стили, которые вышли из придворных танцев, боевых танцев. Танлантьянь – стиль богомола, хоутьянь – стиль обезьяны, целый стиль лягушки, стиль кузнечика и так далее. Они были в развлекательной стиле боевых богомолов во дворце. И, опять-таки, описывается и в династии Тан, как вот перед императором выступали. Но европейцы не понимали этого, что они сталкиваются с ритуальной действительностью. Точно так же, как, например, стиль юнчунь, который, конечно, при определённом напряжении можно применять и в бою, безусловно, но он же ритуальный. Посмотрите, как правительство хоутьянь его практиковали ещё в 90-е годы XX века. Под удары барабаны исполнялся очень красивый синхронный такой боевой танец пожилыми людьми. И это такая физическая культура была очень, есть, наверное, очень мощная. И вот оказалось, что не первый миф не проходит о могучем кунг-фу, и второй миф какой-то он странный кунг-фу, но китайцы ими занимаются. А тут чего китайцы, на мой взгляд, подлили масла в огонь, сделали из ушу спортивную гимнастику, что поставил крест на всём ушу. Потому что ведь европейцам была интересная неспортивная гимнастика. Там есть другая, есть хорошая спортивная гимнастика, которая требует немалых усилий, честно говоря. И оказалось, что китайцы сами поставили крест на этом. Точно так же, как на Шавлинском монастыре. Шавлинский монастырь, как в Диснейланде, никого уже не интересует. Шавлинский монастырь должен быть грязен, суров, без электричества, без отопления. Вот тогда вот Шавлинский монастырь. Как же караоке? Да, ну вот караоке, конечно, придётся. Без караоке, конечно, нельзя, да. Но когда на этом месте гигантские развлекательные комплексы, от караоке до массажей, ну это уже, наверное, не Шавлинский монастырь. То есть, во-первых, здесь и китайцы прибавили, и у нас были свои мифы об этом деле. Но при этом не надо отчаиваться в том плане, что есть, на мой взгляд, насильные традиции. Но надо посвятить немало времени, потому что для начала, да. Да, я слышал последний год, наверное, или два, даже в Китае эта волна, скажем, такого скептического отношения к миру, своих традиционных искусств, она набирает волну. Я слышал, что там появился какой-то кикбоксёр, я, к сожалению, не скажу сейчас его имя. И вот он вызывает многих, как они называют, традиционщиков на бой под камеру, и многие из них, как я слышал, как сказать, мастера больших школ, скажем так, и некоторые из них согласились и легли сразу же после первых двух его ударов, что вызвало настоящий фурор, потому что на него, с другой стороны, посыпалось обвинение в том, что он там традиционный китайский ушур разрушает, с другой его пытались запретить. Ну, в общем, он такой скандальная звезда, я сейчас не вспомню его имя, но он поднял волну, в принципе, которая до нас тоже дошла, потому что сейчас есть множество людей, которые делают, как бы мы сейчас сказали, хайп на разрушение вот этого мифа про там якобы это вообще ничего, абсолютно ноль, просто ноль, который нужен просто, чтобы выжимать деньги из европейцев. Ну, во-первых, я видел этого человека, да, никаким великим мастерством не отличается, отличается рациональностью движения, такое бывает, т.е. например, какой-нибудь боксёр-перворазрядник или хорошо тренировался, он рационально держит защиту и вовремя бьёт, вот здесь та же самая история, но при этом, на мой взгляд, этого замечательного человека тот же боксёр-перворазрядник уложит. Вот, правильно ты был, что вроде бы перворазрядник его даже уложит, но он, встречаясь в бою с… Ну, так, потому что понятно, что в Китае, в самом Китае, 90% школ, наверное, это школы, которые базируются на мифе, который они же сами же создали, что мы самые сильные, приходите к нам, но на самом деле они никогда не думали, что кто-то будет отспаривать, потому что это такая вот, когда девушка говорит, что я самая красивая, хотя это сложно доказать, по каким параметрам она самая красивая, но она говорит, и мы ей верим, потому что ей приятно и нам приятно. Вот так всегда было и в Китае, поэтому это местные китайские разборки. А вот то, что у нас там в Европе или там на Западе или даже в России разрушают мифы о Бушу, так эти мифы сами же мы и создавали, честно говоря. Ну, сначала мы уверовали в это дело, потом казалось, что Бог умер, как говорится, да? Ничего. Да, они же, да. Поэтому так живёт Европа, она сносит мифы, где-то потом разрушает. То есть она такой постмодерн получила. Это абсолютный постмодерн, поэтому каждый делает хайп, в своё время на своём куске делается свой хайп. Точно так же можно разрушить любое искусство, боевое искусство, и айкидо, кто же так делает, и тэквондо, что лучше из автомата стрелять, а не ногами драться и так далее. Это всё возможно. Вопрос в другом. Какая сверхзадача ставится? Если, конечно, когда ты говоришь, что я самый сильный, и я могу тут раскидать всех за счёт своего стиля, да, к нам придут все и будут говорить, доказывай. Потому что Европа, она всегда живёт на самодоказательстве. В Китае другая история. Когда человек, как я уже говорил, настоящий мастер не будет говорить, что он самый сильный, он обычно говорит так, у меня есть какие-то знания, я обучаю, хочешь – приходи. И если ты его уважаешь, ты видишь в нём какую-то искру, ты будешь в нём обучаться. И ты обучаешься, на самом деле, не боевому искусству, ты обучаешься вот этому искусству жизни. А протестировать это искусство жизни можно только самому в реальной жизни. Поэтому, конечно, если кто-то хочет заниматься самым эффективным боевым искусством, ну, наверное, идти лучше в секцию самозащиты, какой-нибудь самообороны или боксы, их масса там и так далее. Но надо понимать, что каждое боевое искусство, любое, у него есть свои конвенции, оно может быть очень приближено к реальности, но у него есть свои конвенции всегда. Боксёры надевают перчатки, в боях ММА говорят всё-таки в пах мы не бьём и за ухо мы не кусаем и так далее. То есть, в любом случае, есть там какое-то приближение к действительности, аппроксимация, но никогда не действительность. Ну, искусство же. Это искусство, конечно. В конце концов, понимаете, если на бои ММА, куда люди покупают большие дорогие билеты, любого соперника сметали бы за 15 секунд, зрелища бы не состоялось. Люди же пришли на зрелище. И если вы посмотрите бои китайские, которые были засняты в 20-е годы на ринге, это вот ещё Дзинивский ММА, это, конечно, как говорится, обхохочешься, это без слёз нельзя смотреть. Там будет стиль аиста, стадисиань, оба дерутся одинаково, размахивая руками, это, конечно, кошмар, но людям очень нравилось, потому что люди пришли на зрелище, и вот к этому надо подходить. С другой стороны, если вы хотите, чтобы нанести максимальный вред человеку, всё делается не так и по-другому, и есть целый ряд стилей, и в том же самом шарлийском стиле есть целый ряд разделов, но просто никто не будет это показывать, никто не будет обучать это, скажем, в секции, в обычной, в прилюдной секции, никто не будет, если там придут и скажут, хотим испытать, может ли ты меня убить, люди скажут, нет, я не могу вас убить, уйдут, потому что психологически ты не можешь никогда это применять, если нет крайней необходимости. Если есть дурак, который хочет проверить, насколько ты силён, ну, давайте скажем, что он самый сильный, и он успокоится, и опять гармония восстановится. Мне кажется, здесь вся суть в том, что суть боевых искусств, как ясно из нашей беседы, она вовсе, китайский боевых искусств вовсе не в том, чтобы убить кого-то с одним ударом или, как это обычно говорится, а в том, что это, как вы говорите, вышло из некой танцевальной практики и связано с состоянием сознания и внутренними какими-то вещами. Как ли это? Да, я соглашусь абсолютно. Понимаете, это то же самое, как, если вы хотите абсолютно точно воспроизвести реальность, ну, наверное, надо пользоваться фотоаппаратом. А если же вы художника рисуете, вы не обязаны воспроизвать реальность, вы воспроизваете своё отражение реальности. Это поэтому мы произведение художника ценим часто выше, чем просто снимок с какого-нибудь телефона. Здесь то же самое. Если вы хотите заниматься самым эффективным способом нападения защиты, есть там различные направления, которые научат вас быстро и относительно эффективно. было бы как бы терпение. Но если вы хотите пойти немножко дальше, дольше, потому что вряд ли человек обычный дерётся каждый день в обычной жизни. Да, бывают люди, которые вообще никогда ни с кем не дрались. И вот он тренируется, его бьют, он бьёт, и этого никогда он не применит. Так, может быть, надо чему-то другому обучаться? И вот как раз для этого, собственно, и были созданы самые разные стили ушу, потому что стиль ушу, он ориентирован, в отличие от многих стилей карате, ориентирован не на наборы приёмов, он ориентирован на мастера. Европейцы так говорят, вы знаете, предположим, я хочу заниматься стилем тигра, я много слышал о стиле тигра, он очень мощный, в кино видел, там Джеки Чан показал, да, очень красивый выглядит. Я хочу, вот где мастера найти по стилю тигра? Кстати, я почти, вот я вспомнил, реальную историю рассказал, там, у меня был товарищ, который, почему ты искал стиль тигра? Вот ему нравилось это дело. Но при этом китайцы так же не будут же говорить, он будет искать мастера, а не стиль тигра. А вот что будет преподавать мастера? Это уже другой вопрос. Поэтому мы ищем всегда формальную сторону вопроса. Китайцы всё-таки ищут мастера. Понятно, понятно. Расскажите о ваших собственных поисках мастера, с чего они начались, когда у вас зародилось такое стремление, и немножко про ваш путь. Ну, я предначально занимался ещё в школе, я занимался и самбо, и дзюдо, потом я занимался активно довольно карате. Но так уж получилось, что я приобщился к кунг-фу, тогда ещё в школе, я учился в монгольской школе, точнее, в Монголии в советской школе, и где были какие-то китайцы, которые преподавали какой-то стиль кунг-фу. И это мне очень нравилось, потому что кунг-фу я уже знал, что-то такое кунг-фу я, естественно, не знал, но след остался. И уже в Москве, это были 80-е годы, я поступил тогда в МГУ, в институт «Страна Азиафрики», там занимался официально карате, и в этот момент карате закрывают, это известная история. И у каждого начинают свои поиски, потому что мне было безумно всё это интересно, естественно, о Шаолинском монастыре я слышал, и как только Китай открывается для поездок, я напомню, что в 80-е годы советские люди не могли ездить в Китай. И я в конце самых 80-х годов, я еду в Китай, в Шаолинский монастырь, я его высчитал по карте, тогда это было очень сложно проехать, да, то есть понятно было, где он, но как до туда доехать, это всё только экспериментальным путём, я напомню, что Google Map тогда не было, невозможно было по интернету заказать билеты, то есть это было почти как те первые христианские миссии, которые ездили в Китай, то есть направление знали, но дальше уже как получится. В конце концов, через пень-колоду я добрался до Шаолинского монастыря, он, да, он стоит, он выглядит так, как на древних картинках, ходят монахи настоящие, и в этот момент вот первое такое было странное разочарование, шок, я только понимал, что я-то там никому не нужен, я бы доехал до туда, и что дальше? Вот, конечно, есть такая всегда иллюзия опять киношная, что тут выйдет мудрый мастер, тебе скажет, ну давай, сейчас будете обучать. Конечно, никто не вышел, не обучал, я поговорил с китайцами, монахами, они сказали мне ни хао, и на этом, в общем, диалог цивилизации закончился, потому что вот это как раз хорошее испытание, потому что я потратил массу сил, энергии, денег для того времени, чтобы добраться до этого места. и вдруг я подумал, что там никому не нужен. И я начал думать, а что вообще, вот как можно туда проникнуть, потому что ведь рецепта нету никакого. Ну и что, что я говорю по-китайски, еще полтора миллиарда человек говорит по-китайски без меня. И в конце концов, так уже оказался, по-моему, в 90-м году, я оказываюсь на одной из конференций в провинции Фудзянь, в самой юге Китая, в небольшом ресторанчике, я ужинаю после этой конференции, напротив меня сидят абсолютно два живописных монаха, китайца, после ритуала с красными пхоша вот этими красными лентами, красными одеяниями, желтые с красным. Я к ним подсаживаюсь, начинается разговор от Акаса до монаха из Шаолини, которые приехали на мероприятие. Я ему рассказал свою грустную историю, они посмеялись, сказали, приезжай. Оставили адрес, на том и расстались, потому что понятно, что тогда передвигаться по Китаю было не так просто. И в конце концов, я, если не ошибаюсь, через год я всё-таки туда приезжаю, нахожу этого мастера, он, собственно, оказывается моим будущим учителем-ши-де-тианем, который, конечно, меня вспомнил, не так много тогда было иностранцев, и предложил пожить у него в доме, он происходил сам из той же провинции, прямо из уезда Дэн-Фэн, прямо напротив Шаолинского монастыря. И я остался сначала там на месяц, потом уехал, потом опять остался, начал приезжать к нему, и, скажу честно, ничего он меня не обучал, я приезжал, и что меня поражало, поскольку человек живёт вне времени и пространства, он не очень, мне кажется, понимал, что я проехал там тысячи километров, он говорил, а, ну, типа, как я зашёл, посидитесь, я сидел, меня кормили, всё очень хорошо. И проведя там месяц, я точно так же уезжал, накормленный, но без всяких знаний. И так повторялось много раз, я понял, что нужно терпение, хоть какое-то. И в конце концов, после того, как к моему варварскому лицу привыкли, со мной начали беседовать, обучать каким-то вещам. И так продолжалось почти два или три года, вот я приезжал, уезжал, беседовал, обсуждали буддийские тексты, труды, я уже там переводил кое-что. И в конце концов мне предложили сначала поселиться уже там надолго, потом поселиться в общине в Шарлийском монастыре, а тогда это было относительно свободно, потому что много тогда усилий не требовалось, да и китайцы на это особо не обращали внимания, потому что туристы ехали в Пекин, в Шанхае там было здорово, а Шарлийский монастырь и вообще все, что вокруг него, так же много построек, я помню, целый комплекс, там ничего не отапливалось, там было холодно, крыши протекали, там было очень неуютно, вот если так по-настоящему. Я помню, я зимой там жил, так уж получилось, я просыпался каждые 3-4 часа, холодно было, и как я согревался, я рядом стояла знаменитые китайские гантели, те, которые вырезаются из куска камня и продеваются деревянные ручки, очень неудобные, и я ими тренировался, чтобы согреться, но пошёл слух, что я настолько сумасшедший, что я тренируюсь даже по ночам, это безумный какой-то боец, который, вот, и, то есть, опять-таки, миф он всегда жив, он начинается миф, вот, и поэтому меня начали обучать постепенно, и так получилось, что рядом со мной в этом же, грубо говоря, наборе был целый ряд людей, которые сегодня стали уже одним из, там, ведущих мастеров, наставников шаволинского монастыря. Я так до 96-го года там жил, приезжая и уезжая, прошёл несколько посвящений у мастера Дэтьяня, у мастера Суси, тогдашнего старшего монаха шаволинского монастыря, и в конце концов государство начало очень активно вмешиваться в жизнь шаволинского монастыря. И уже Дэтьянь сказал, это 32-е поколение монахов шаволинских, потому что это 31-е поколение, он сказал, ты знаешь, тебе лучше всё-таки сейчас отсюда уехать. И после ритуала была поставлена стела на территории шаволинского монастыря, она до сих пор стоит, как всегда в задней части написана моя краткая биография. И я уехал. Вот и продолжал там приезжать, я до этого там, правда, был уже и обучался в академии, есть специальная академия буддистская в Гуанчжоу, т.е. я прошёл целый ряд таких обучательных практик. Закончил академию шаволинского монастыря, т.е. я официально являюсь, по-моему, всего прочего, и специалистом по традиционной китайской медицине. Ого! Нет, это в том случае, если мне надо будет… т.е. в России, конечно, эти дипломы не действуют, но в Китае они… Это на следующий передач вопрос. Да, и в конце концов вот так уж получилось, что я был занесён в хронике, в Диапху, в хронике монахов-бойцов в Шаволинском монастыре, а они сейчас перестали вести, судя по всему, потому что как бы традиция умерла. Но я там далеко не последний, после меня там целый ряд ещё поколений. И в конце концов так получилось, что из-за того, что старшее поколение уже ушло из жизни, т.е. то поколение, у которого я обучался, его уже нет. И те люди, которые жили в Китае ещё до культурной революции, обучались в традиционном шаре, их уже нет. И так получилось, что я стал из-за вот умирания учителей, я стал одним из старших учеников ныне, т.е. формально являюсь одним из руководителей довольно большой группы. Но это, скорее, такая случайность. Я вот, честно говоря, часто думаю, что вот, когда будет изменить такое выражение, сочетание причин и случайность. Т.е. причина всегда не случайна. И стремление есть, и желание. Но как всё развернётся в реальности, это всегда случайность практически. И вот то, что я попал ему в 90-е годы, когда к иностранцам относились сейчас с большим уважением, то, что я знал китайский язык, то, что я случайно повстречался с учителем, то, что он оказался действительно приличным человеком. Потому что далеко не каждый наставник является таким открытым. Есть просто люди, которых я знал в Китае, наставники буддистские десятилетиями, на которые, наверное, два слова не сказали. Не надо говорить с иностранцами вообще. Так вот. Вот все эти случайности и причины сошлись воедино, и вот так получилось, что я обучался. Сегодня, если сказать, вот когда у меня спрашивают, имеет ли смысл ехать в шарминский монастырь, скажу честно, нет, не имеет. Именно в тот шарминский монастырь. Обучаться в шоу, конечно, имеет смысл. Понятно. Сейчас Вы возглавляете Федерацию шарминских боевых искусств. Может быть, расскажете про это место? Наверняка туда можно прийти или… Да. Откуда она пошла, это тоже довольно интересно. Как раз на юге Китаева, это были аппеки 90-е годы, при мне сошлись самые разные старые монастера шарминского ушу, многие из которых когда-то жили в шарминском монастыре, и было тогда решено… а кто-то уже в Малайзии жил, кто-то в Японию уехал, вот это вот такое сложное было время. И фудзяне как раз встретились… я был тогда совсем молодым секретарём при своём наставнике, и было принято решение создать большую ассоциацию, которая базируется на простой истории. Она должна опираться не на спортивные вещи, она должна передавать обязательно фундаментальную шарминскую традицию, базируется на духовных практиках, и самое главное – на прямом представлении ученика-учителя. Проще говоря, нельзя просто взять там, записаться и сказать, все, я теперь член этой федерации. Это такая формализация очень старой традиции. И в некоторых странах мира это было, в Китае, в России мы это воспроизвели в 90-е годы, и сейчас это есть именно как школа, шарминская школа, и есть у нас два клуба в Москве, они не закрытые, не секретные, но они очень русские, потому что, в отличие, опять-таки, от каких-то больших федераций, которые опираются на спорт, на массовость, здесь в основе лежит другой принцип. Здесь принцип очень сложной, тяжёлой работы, не столько физически, сколько моральный, причём, поскольку это не религиозная традиция, но духовная традиция, требуется много времени этому уделять, поэтому можете зайти на сайт «Шаолинь.ру», там всё это описывается, но главное, что надо чётко понимать, если вы хотите просто заниматься, и вообще, не важно, шарминская ли это традиция, стать детям, любым другим достойным стилем, просто ради саморазвития есть масса простых и хороших групп. Есть плохие, но есть на самом деле хорошие, их очень много. Если вы хотите посвятить этому часть своей жизни, как минимум, вы должны понимать, что от вас потребуется очень много времени и усилий. 10 раз подумайте, вам нужно это или нет. Вот просто никого не хочу обманывать. Я скорее буду отговаривать, потому что, как только вы начинаете этим заниматься, вы берёте на себя определённые обязательства. Их надо будет нести всю жизнь. Я ещё хотел бы сказать, что очень многие, наверное, большая часть аудитории этого канала, она придерживается скептического, я бы даже сказал, атеистического настроя. И наверняка я предвижу определённое количество комментариев такого рода. Что бы вы смогли бы сразу наперёд сказать таким людям? Я расскажу историю. Сначала в Датьяне однажды приехал, это было, опять могло ошибиться, в начало 2000-х годов, в Санкт-Петербург. Мы его привезли. Помните, в Санкт-Петербурге есть буддийский храм. Буддийский, очень красивый, хорошо сделанный. И когда-то он был тибетский, но сейчас там многие общины, буддийские, российские службы, службы. И он произносил там большую проповедь, я переводил его. И в самом конце проповеди я вижу, мы лицом к дверям сидим, точнее сидим на возвышении, я рядом стою, появляются два каких-то здоровых, крупных, бородатых, очень русских человека. Они задают вопросы, там все задают вопросы, и задают вопросы. И задают вопрос такой, а почему вы не православный? Я думаю, интересно, как Датьяне однажды? Датьяне он же маленький, хрупкий, он говорит, вы знаете, так уж получилось, я родился в этих Дэнфэн, где все буддисты. Или я родился вот в этом городе, я бы был православным, наверное. Они тут переглянулись и ушли. То есть как бы спор закончился. На самом деле, на мой взгляд, вот абсолютно неважно, честно говоря, каких религиозных или антирелигиозных взглядов вы придерживаетесь, вообще неважно. Если вы хотя бы минут 20 в день посвящаете тому, чтобы прикрыть глаза и успокоиться, и все свои суетные мысли отбросить, это не имеет никакого отношения к религии, это имеет отношение к психопрактике. Если же, наоборот, вы в религии, в любой абсолютике находитесь для того, чтобы спорить с другими религиями, это не имеет никакого отношения к духовному развитию, даже к религии строго ли не имеет отношения. Поэтому не надо ничего концептуализировать. Когда-то я, будучи совсем молодым и пытаясь узнать все тонкости буддизма, я начал расспрашивать у учителей в монастыре, для меня было почему-то очень важно, сколько раз надо менять благовоние вот в этих, в блюдах. Почему-то меня это очень интересовало. Я считал, что это очень важно. Они долго спорили между собой, ответ был такой, в принципе, если тебе это не нужно, ты можешь вообще не менять. Вот это как раз абсолютно буддистский ответ. Если это ни к чему тебя не приводит, то это не имеет никакого отношения к твоей практике. Спасибо большое. Замечательная беседа. Просто куча положительных вопросов. Спасибо вам большое. Спасибо. Я вам тоже желаю всего доброго и успехов к каналу. Да, и очень хотелось бы вас снова увидеть на нашем канале. Да, в любом моменте. Договорились. Спасибо большое. Спасибо.